Вопросы в сфере ЖКХ также относятся к числу острых и проблемных тем, которые предстоит решать избранным депутатам. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах в местные советы. Оно продлится до 17 февраля включительно. В первый день проголосовали 4,5%. Довольно высокая явка среди жителей Минска. Свой избирательный участок посетил и народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко, руководитель легендарного ансамбля Сибры. Свой выбор по традиции сделал в столичной гимназии номер 36. И хоть музыканты узнали сразу, необходимые формальности пришлось соблюсти. Сверить паспортные данные, поставить автограф напротив фамилии в ведомости. После ознакомления с программой кандидатов, голосование и... Я считаю, что это важно, потому что местные советы – это люди, которые вот именно здесь, где мы живем. Они, я знаю, что наши ходили у нас во дворе, пытались чем-то помочь, там какие-то разгрузить. Кто-то убирает, не убирает. Как там стоянки, как там все остальное. Это вот то, что нас окружает каждый день, и что порой вносит какие-то раздражения в нашу жизнь. Казалось бы, мелочи, но в этом деле мелочей не бывает. Поэтому выбирать нужно всегда. Напомню, досрочное голосование продлится до субботы. Участки открыты с 10 утра до 14.00 и с 4 до 7 вечера.